Защитить самое ценное. В пятницу утром сотрудники ГИБДД напоминали водителям правила перевозки детей в автомобиле, а заодно штрафовали тех родителей, кто безопасностью своих малышей пренебрегает. Экипажи ДПС расположились на улице Воронина областного центра. Проезжую часть сузили так, чтобы от внимания инспекторов не ускользнул ни один автомобилист. Здравствуйте, дорогие патроны службы, лейтенант полиции Лещуков. Проводим сегодня профилактическое мероприятие по детским удерживающим устройствам. Дерубинка не перевозите? Бустер есть, да? Даже законопослушным водителям участники акции вручают памятки, чтобы не забывали, насколько опасна может быть для ребенка каждая поездка без удерживающего кресла. Взрослые ремни, которые непосредственно в автомобиле находятся, они не рассчитаны на детский организм. То есть они могут принести значительный ущерб при столкновении или резком торможении детскому организму. То есть удар придется на легкие или сердце, может сломать ребра и привести к неутешительным последствиям. Эти ребята – постоянные помощники дорожных полицейских, активисты молодежного движения «За добро». Эта аббревиатура означает «За дорожную безопасность России». В организации – студенты с активной гражданской позицией. Они еще не водители и уж тем более не родители, но уверены – могут помочь инспекторам ГИБДД достучаться до старшего поколения. До людей достучаться только можно напоминанием, то есть показом примеров, каких-то экспериментов, научными доводами. Также постоянно проводить какие-то агитационные мероприятия в интернете, в сети и также посредством рейдов, как и сейчас. В последнее время родителей и нарушителей становится все меньше. Во-первых, ситуация на дорогах подталкивает к тому, что лучше перестраховаться. Даже если за рулем опытный водитель, с остальных участников движения никто поручиться не может. Во-вторых, штраф за отсутствие детского кресла – 3000 рублей. Проще потратить эти деньги на безопасность ребенка, тогда и за нарушение платить не придется. Но по-прежнему находятся и те, кто надеются на авось. Как правило, это иномарки представительского класса, которые уверены в том, что ребенок не пристегнутый, и их спасет величина автомобиля, количество подушек безопасности. Но зачастую люди просто забывают, что на людей все-таки на всех действуют законы физики. И в случае резкого торможения ребенок, который стоит между креслами, просто полетит так же вперед. Независимо от того, дорогой это автомобиль, либо дешевый. Ни подушки безопасности, ни штатные ремни в ДТП не спасут. Скорее даже наоборот, могут навредить маленькому пассажиру. До семилетнего возраста только автокресла. Безопасность ребенка, конечно, бесценна. Но все же в денежном эквиваленте это несколько тысяч рублей. Столько стоят удерживающие устройства. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова